Одна из причин, по которой я начал делать видеоконтент, это небольшая ненависть к частным проявлениям разного рода высером на ютубе. И что хуже и чаще, это погоня за общественным мнением, просмотрами, лайками и хайпом. Я не согласен с этим и считаю, что должно быть что-то на обратной стороне весов. Ну, для баланса хотя бы. Объясняю на примере No Man's Sky. Игра на старте собрала огромное количество хайпа вокруг себя. Об этом говорят даже самые обычные цифры, вроде рекорда одновременного онлайна в стиме, главенства в чартах и так далее. Как и любая не обделенная вниманием игра, No Man's Sky собрала на своем старте некую группу хейтеров, которые, к слову, есть у любой игры. И абсолютно всегда для них игра самая худшая из серии. Худшая игра этого лета. Самая худшая игра всех времен и народов. Это нормально, а не на то и хейтеры. Но по своей неусмотрительности, Hello Games сами по себе или не без помощи маркетологов Sony подарили этим хейтерам несколько реальных причин засрать все гневными отзывами и комментариями, введя огромное количество людей в некое подвешенное состояние. Ведь, с одной стороны, игру все ждали. Очень ждали. И вроде бы как ринулись ее покупать и играть. А с другой стороны, такая волна ненависти. И пускай этот хейт и ненависть шли изначально не от такого огромного количества человек, но мы ведь знаем, что самые недовольные всегда самые громкие, а потому ощущалось, что они везде. Но вот на эту арену неопределенности вдруг выходят еще и ютуберы, которые, почуяв настрой толпы, пожелав снять сливки просмотров и лайков с этой игры, начали клепать ролики из разряда «Разочарование года, нас всех обманули, худшая игра этого года», даже еще до релиза, тем самым предопределив мнение большинства своим авторитетным мнением. Я не ждун игр в обычном проявлении геймера. А No Man's Sky первый раз реально узнал при подготовке ролика «Во что поиграть этим летом». А это было не так уж и давно. И кроме небольшого описания игры, больше ничего о ней и не знал. Как любят писать в пабликах средней паршивости, да-да, я тот самый человек, который не смотрит трейлеры игры перед ее выходом, и да, я на самом деле существую. Поэтому никаких разочарований я не испытывал. А разоглачительные статьи о том, что Hello Games в очередной раз нас обманули, читал с интересом, ведь из них я и узнавал, что они нам в принципе-то и обещали. И вот спросите себя, а как много игр нам что-то обещали, показывали, но в итоге это не реализовывали? Я не хочу утрировать, но, по-моему, все. Ведь разработчики игр во многом мечтатели, действительно хотели все это в своем творении реализовать. А уже злые маркетологи это растиражировали так, что потом приходится выступать с заявлениями, ну что вы все не так поняли, извините нас, этого в игре не будет. Но почему именно на эту маленькую игру про космос так взъелись, я не понимаю. У игры есть проблемы. И я даже хотел, но уже, наверное, не буду снять отдельное видео о том, что это за проблемы и как их решить. Но постойте, какие из них реальные? Я могу назвать только оптимизацию, и то ее правят каждый день с каждым патчем. Да и у какой игры не было проблем с оптимизацией в самом начале, учитывая, что это порт на ПК? Да некоторые игры даже из продаж отзывали в таком случае. Так что да, неприятно. Да и сами разработчики потеряли от этого часть игроков. Но ее нормализуют. Еще все оперируют тем, что на самом деле это не то, что нам обещали, и тем, что игра ужасно скучная. Насчет обещаний мы уже вопрос поднимали. Да, есть определенные косяки, и я чуть дальше предложу самую безумную идею, которая может все это объяснить. А вот скука. Ребята, вы можете, конечно, поставить мне дизлайк, но мне очень много игр кажется скучными. И знаете почему? У меня не так много времени на то, чтобы просто так взять и поиграть, поэтому трачу его я только на то, что мне действительно нравится. Но мне, например, не понравился новый Дум. Какой-то шутан без души Дума получился. Мне даже летсплеи смотреть по нему скучно. Мне первый и второй Ведьмак показались жутко унылыми и скучными, хотя сама атмосфера просто потрясающая. Но при игре меня тупо клонило в сон. Все ассасины просто кошмарные. Даже несмотря на то, что я полностью прошел летсплеем последний синдикат, мне засыпать не помогало только комментирование, и то я вечно ловил себя на мысль, что больше не хочу в него играть. А вот в No Man's Sky я наиграл чуть больше 20 часов. Все еще не выполз даже со своей родной системы, и думаю, что еще часов 10-20 я поиграю в нее до того, как мне это надоест. А это на 39 часов больше, чем я поиграл в Дум. А теперь та самая правда о No Man's Sky. Все знают, я надеюсь, что разрабатывалась она под крылом Sony. И когда Толстосуму и Sony поняли, что игра вызывает бурный интерес игрового сообщества, ее маркетологи начали кормить игроков сказками из сладких макрон для ушей и пыльцы единорога для глаз. Взвинтили до максимум для этой игры уровень ожидания и максимизировали показатель потенциала этой игры, создав в глазах игроков идеальный образ. И выставив ценник полноценной крутой игры, стали продавать инди-игру от инди-разработчика, по сути. На старте продаж искусственно не выпустили игру на ПК, задержав на пару дней, чтобы все, у кого есть консоли и нет сил терпеть, приобрели ее там подороже. Ведь 2-3 дня находиться в этой игре интересно всем. И добили на ПК, с которым случился казус оптимизации, что немного подорвало продажи, но в целом явно окупило игру. Аналитики в Sony сидят неплохие, они понимали, что проект не идеален и очень нишевый, потому так и поступили, чтобы срубить бабла. А что в итоге? Hello Games ненавидят за разочарование года. Следующую игру от этой студии ждать явно не будет никто. А все потому, что они связались с Sony. А теперь попробуйте забыть все, что вы знали об этой игре. Представьте, что это чисто инди-игра за 350 рублей в стиме. В текущем виде она находится в стадии, допустим, уже бета-тестирования. Алгоритмы создания планет, животных и оружия постоянно дорабатываются. Баги правятся, а всякого рода плюшки в виде разнообразных, пусть и повторяющихся заданий, моделек оружия и самолетов добавляются. На релизе обещают мультиплеер, полноценный терраформинг, с возможностью копать и строить свои дома из грязи. Как вам? Для меня No Man's Sky это то, что я описал вам сейчас. Возможно, если бы мне пришлось самому заплатить за нее 2000 рублей, я бы посвятил ее стоимостью чуть больше строчек текста. Но в целом мнение бы не изменилось. Если вам нравятся подобного рода игры, не слушайте никого. Забудьте все, что вам говорили и просто поиграйте. Учитывая отсутствие мультиплеера, для начала можно даже в пиратку. А даже 10 часов интересной игры окупит ее стоимость. Кто разделяет мое мнение, прошу поставить видео лайк и прокомментировать его, так как это увеличивает его релевантность в глазах ютуба. И если есть возможность, репостните его в свои социальные сети, чтобы как можно больше людей задумалось и возможно изменило свое мнение и отношение к этой игре, мнению некоторых ютуберов и своему восприятию их в целом. Спасибо. Скорее всего это последнее видео по No Man's Sky и завтра мы точно возвращаемся в Ведьмака. Субтитры создавал DimaTorzok